Собрать эту схему спиннер-генератора меня сподвигло видео Игоря Белецкого. На самом деле мне очень нравится смотреть видео Игоря Белецкого, но те восторженные медовые комментарии, которые я читаю к его видео, меня просто раздражают. Да, этот парень умеет работать руками и иногда даже придумывает интересные вещи, но очень часто грешит фейками, а лесные комментарии, написанные в адрес его видео, больше похожи на комментарии каких-то ботов или его самого. В этом видео Игорь Белецкий из цельной заготовки алюминия, выточил почти вот такую же фигуру С помощью проволоки неодимных магнитов и клея он создал вот такой вот электрический генератор В моем электрическом генераторе нет неодимных магнитов, но также есть проволочные катушки, выводы и кольцевой магнит. Точить мне ничего не пришлось. Дело в том, что если немножечко проявить смекалку и вспомнить из чего сделаны шаговые электрические двигатели, то вам не придется использовать токарный станок и шлифовать алюминий. Такую вот запчасть вы легко можете вынуть из обыкновенного старого линчестера. Давайте проверим возможности этого шагового электродвигателя. Я включил мой прибор на переменный ток. Вся шкала у меня полтора вольта. Использую только одну обмотку и вращаю спиннер генератор. 0,7 вольта я получаю с лихвой, а могу получить и полтора. Причем особых усилий я не прикладываю. Давайте померяем ток. Я поставил 15 микроампер. Ток короткого замыкания данного спиннер генератора зашкаливает. Давайте поставим 60. Вот так слегка прокручивая пальцем конечно спиннер начинает сильно тормозить. Дело в том, что ток короткого замыкания меряется довольно толстой перемычкой и сразу вот эти катушечки начинают залипать. Но зато 30 микроампер, которых вполне достаточно, чтобы зажечь даже не слабый светодиод, мы генерируем. Запитывать светодиод напрямую от такого спиннер генератора неразумно. Лучше использовать стабилизирующую схему, содержащую в себе выпрямитель, конденсатор и небольшой ионистор. При вращении этот спиннер генератор вырабатывает ток. Давайте попробуем повращать. Вспышки диода вполне хорошо ощутимы. К сожалению, я не имею под рукой ионисторов малых размеров, поэтому использую такие. Они взяты из китайского фонаря. Если повращать наш спиннер генератор достаточно долго, то мы можем зарядить ионистор и запитать через него светодиод. Давайте попробуем это сделать. Я, пожалуй, разомкну схему светодиода, чтобы он не потреблял питание, а вся энергия от спиннер генератора уходила в ионистор. Хотя ионистор имеет достаточно большую емкость, для небольшого заряда нам достаточно покрутить наш спиннер генератор А теперь давайте подключим светодиод и посмотрим, что получилось. Стабильное яркое свечение. Конечно, я использую светодиод, мало потребляющий энергию, и он не так быстро сажает ионистор, но даже этого свечения вполне достаточно, чтобы что-нибудь осветить. Мне не очень понятно желание наматывать целую кучу вот таких маленьких катушечек, ровно их выставлять, делать выводы, потом наклеивать неодимные магниты на алюминиевый корпус, который выточен на токарном станке, и полностью повторить вот такой шаговый двигатель. Мне это абсолютно непонятно. Это загадка. Скорее всего, разгадать эту загадку может только Игорь Белецкий. Ему это видео и посвящается. Итак, мой спиннер генератор гораздо проще, гораздо круче и гораздо полезнее. Он не убивает столько времени, а развлекает не меньше. Всем хорошего настроения. На этом все. Пока. Продолжение следует...